В этом году Харьковскому институту микробиологии и иммунологии имени Мичникова исполнилось 130 лет. Его история началась с двух братьев, пострадавших от укусов бешеного пса. Одного ребенка в сопровождении молодых ученых успели отправить в Париж к известному микробиологу Луи Пастеру. После их возвращения в Харькове был основан институт прививок и бактериологическая станция. В 1895 году институт наладил производство противодифтерийной сыворотки. В 1921 году институт начал производство вакцины БЦЖ, вакцинировал детей от туберкулеза. Нужно сказать, что 1911-13 год, который характеризует потенциал института, в то время институт производил 6 сывороток и 7 вакцин. Было проиммунизировано более 10 миллионов жителей. На вырученные от такой иммунизации деньги, а также за средства попечителей Харьковского медицинского общества, было построено новое здание. Архитектором стал Алексей Бекетов, а институт получил неофициальное название «Дворец медицины». За все годы существования учреждения ученые разработали и произвели более 60 наименований иммунобиологических препаратов, вакцин и сывороток. Среди них средства против скарлатины, дизентерии, холеры, брюшного и сыпного тифа, полиэмилита. В нынешних условиях акцент делают на борьбе с инфекцией, вызванной синегнойной палочкой. Этот устойчивый к антибиотикам возбудитель распространен в больницах, а вакцина особенно актуальна в условиях боевых действий для профилактики и лечения инфекций, возникающих в ранах и ожогах. Был успешно разработан анатоксин, синегнойный для профилактики. Прошел очень много испытаний и был очень перспективным, но в силу различных изменений он был доведен до выпуска промышленного. Сейчас задачей нашей конкретной стоит провести сравнительное изучение эффективности существующих штаммов, если их брать для вакцины, и тот, который был тщательно изучен, и по возможности определить перспективу самой технологии его приготовления. Практически все вакцины в институте создают по уникальным технологиям. Разработано получение клеточных структур при помощи физических методов, например, ультразвука и электромагнитного излучения. Так появилась не имеющая аналогов в мире вакцина против дифтерии с антигенами, которые не только предупреждают заболевания. Вдобавок они обеспечивают невосприимчивость человека к заселению микроба на слизистой верхних дыхательных путей. Именно с этого начинаются все инфекционные процессы. Доклинические испытания разработанных кандидат вакцин показали, что они безвредны, а также выявили отдельную особенность. Обычно вакцины сопровождаются, в состав включаются сорбенты. Для чего сорбенты включаются? Для того, чтобы повысить активность формирования иммунитета. То есть они действуют как адъюванты. Так вот, эти новые наши антигены, они являются одновременно и адъювантами. Согласно данным ВОЗ, вакцины более эффективны, если они создаются непосредственно в стране и из региональных штаммов. В Институте Мечникова работает единственная в Украине лаборатория новых и малоизученных инфекций. В последние годы здесь все активнее занимаются болезнями, которые переносят кровососущие насекомые и клещи, а также внезапно возникающими инфекциями. Диагностировать их сложно и, рассказывают в лаборатории, собирать информацию приходится буквально по крупицам. Штаммы, выделенные из различных регионов, могут отличаться не только, допустим, по фенотипическим свойствам, но отличаться и генетически. Кроме того, с организациями за рубежами мы обмениваемся диагностиками, тест-системами, которые разработали как они, так и мы. То есть продукт нашей работы проверяется за границей, также они присылают свои тест-системы, и на их тест-системы мы проводим исследования с нашими региональными штаммами. Особое внимание ученые уделяют поиску новых методов в борьбе с инфекционными заболеваниями. Последние полтора года занимались разработкой препарата, который поможет избежать эпидемии туберкулеза. Он не лечит открытые формы болезни, а влияет на иммунитет и предотвращает реактивацию человека, у которого уже есть бактерии. Испытания проводили как инвитро, это так называемые опыты в пробирке, так и на живых мышах и крысах. Таким препаратом можно или растянуть этот период между обострениями, или вообще предотвратить реактивацию туберкулеза. Но человек, как больной с сахарным диабетом, принимает инсулин, будет принимать этот препарат два раза в неделю, например. Препарат безвредный, он состоит из трех компонентов, я пока не буду говорить, пока мы патентуем, они все есть в аптеках, они копеечные. Единственное, что он применяется в аэрозоле и применяться будет два раза в неделю. Сейчас ученые занимаются разработкой лекарственной формы, но отмечают, поскольку препарат социальный и много заработать на нем нельзя, фармкомпаниям он малоинтересен. Академия меднаук на этот проект с момента его старта деньги тоже не выделяла. А реализовать нынешнюю часть смогли только благодаря заинтересованности американской компании, которая приобрела для харьковчан необходимое оборудование. При этом при достаточном финансировании институт готов обеспечить отечественными вакцинами против любых инфекций всю Украину. Квалифицированных кадров и накопленного векового опыта для их разработки хватает.